Я хотел бы сказать, что по коронавирусу действительно ситуация тяжелейшая. И она создана в основном по причине безграмотного руководства республикой, и поскольку мы, когда коронавирус начал полыхать в Ухане, всем стало ясно, что болезнь и заражение примут массовый характер. Это было видно по тем кадрам из Ухани, когда люди падали на улицах, их подбирали спецмашины, и другими просто гонялись даже по улицам, изолировали их и так далее. И очень много людей было показано там, и для меня, например, было понятно, что надо готовиться к этому. Готовиться прежде всего, то есть вот у нас часто спрашивают оппозиции, а что вы предлагаете? Я, например, как опытный руководитель предложил бы следующие меры. Надо было сразу первым делом создать линию отсечения, то есть всех прибывающих извне, на автобусах, на самолетах, нужно было просто, простая вещь, да? Нужен был термометр дистанционный, определять всех людей, которые температурят. И у нас же первый пациент именно был такой, который прилетел с температурой в самолете. Оттуда все и пошло. Вторая очень волна, ее скрывает, была мощная от людей, наших земляков, которые остались без работы, предприятия закрылись. Естественно, им нечем платить за квартиру, нечем питаться там и нечего отправлять на родину. Поэтому сразу всем было понятно, например, разумным людям, что эта волна людей будет возвращаться домой. И эту волну надо было тоже фильтровать. Нужно было отсекать людей, и причем не просто давать им указания самоизолироваться. Нужно было председателю правительству, как минимум. Что нужно? Нужно большое помещение. Большое помещение, причем специально уже оборудовано, гостиница или ста. Нужно было обратиться к предпринимателю Куйкинову и сказать, она практически не занята, пустует. Если ему дали бы предоплату 30%, я думаю, он освободил бы два этажа для изоляции людей. Ну, как положено, на 10-14 дней. Все. И таким образом мы бы всех больных выявили бы и изолировали. И закрепили бы там определенный персонал медицинский, плюс кормление. И так сделано было в Монголии. Мы все читали об этом, да? То есть Монголию в Улан-Батаре специальные загородные санатории выделили. И всех прибывающих людей поселяли в этот санаторий. Там проводили изоляцию и там проводили выявление больных людей. Очень просто. Так было сделано в Грузии. Отели были специально проплачены и отсекали там людей больных. На первых рубежах. У нас же, вот вроде бы как, министр на вид грамотный, красиво говорит, обаял всех людей. На самом деле, я считаю, министр поступил безграмотно. Почему? Вот он не организовал это отсечение. Второе. Нужно было спокойно организовать правильный госпиталь. У нас что мы имеем? Имеем вот эту инфекционную больницу, где всего там 36 мест. И никаких условий. Нормальных там санузлов нету. Нет оборудования, да? Второе. Вот госпиталь организовали на базе бывшего наркодиспансера. Сорок, скоро 43 места, по-моему, мне сказали, да? Ну что можно при... Когда мы видели эти картины страшные в Ухане, когда люди сотнями падали на улицах, да? Какое может быть 43 места для республики? Это отсутствие правильного мышления, логики и вообще позор такому руководству. Нужно было четко. Понятно. И они в вынужденной ситуации открыли госпиталь в резбольнице. Почему? Потому что в семи отделениях резбольницы из 12 врачи заболели. И вынужденно они организовали госпиталь в старом корпусе резбольницы. Это нужно было делать с самого начала. То есть два требования, да? Допустим, я не медик, но для меня понятно, что нужно организовать госпиталь, где можно поместить максимально большое количество людей. И при этом там должны быть нормальные санитарные условия и должно быть оборудование. Именно там располагается КТ. И один единственный КТ. Вот там с самого начала министр должен был организовать госпиталь. Но они организовали после того, как там полыхнул коронавирус среди наших врачей. И понятно, что нужно... КТ это первая и хорошая лаборатория. И опять-таки лаборатория всегда есть при больнице. Ее нет там на анкодиспансере, нет в инфекционном отделении. То есть как можно организовать госпиталь, где нет диагностического оборудования? По крови, по тестам и по КТ. Дополнительно надо было покупать КТ или ремонтировать имеющиеся. Потому что вот в пятницу была видеоконференция нашего правительства при главе. И там прокуратура указала на недостатки в организации правильного здравоохранения. Очень много людей с жалоб. Они не могут элементарно пройти тестирование. Рядом в Ставрополе тестирование проходят на улице. То есть дают мазок. А потом лаборатория повещает. И причем в течение суток мы... Вот у меня недавно родственник заболел. Пять суток не мог вызвать врача. У него температура, все признаки ковида. Но врач не является. Почему? Потому что у нас еще скорая помощь заражена. То есть ставить такие условия людей. Не могут купить простые тесты. И не могут быстро диагностировать. И изолировать это. Что значит больной находится пять дней дома. Он заражает других. Заражает соседей. Если он живет один, он ходит в магазин за продуктами. Он ходит за лекарственными в аптеку. И заражает окружающих массово. Поэтому вот это все говорит просто о безграмотной организации. И сегодня мы, вот ввиду вот такого положения вещей, у нас осталось 30% медперсонала. У нас гинекологи и травматологи работают в красной зоне. У нас главные врачи уходят в отпуск. Главный врач рез больницы уходит в отпуск. Главный врач детской больницы в отпуске. Замы министра уходят в отпуск. Министр трижды там прячется в самоизоляции, как только наступают какие-то ответственные моменты. Извините. Он сам министр говорил. Мы на передовой, как на фронте. А какого черта ты убегаешь с передовой? Неоднократно. Я захотел бы задать ему вопрос и задаю его в эфире. Поэтому я считаю, что ничего такого сверхъестественного нет. При правильной организации это показывают страны, даже где... Вот еще один момент. Швеция нам четко показала. Просто надо читать, смотреть. Швеция показала. Они говорят, надо четко заняться старшими людьми старшего поколения. Вот там особое внимание. Потому что основная часть населения заражающихся, это престарелые люди. У нас же бессистемная работа. Вот эта бессистемность, она приводит к такой катастрофической ситуации. Поэтому власть действительно беззубая, бестолковая и при этом чванливая. Они ведут себя так, как будто все знают, все контролируют, все понимают. А на самом деле это пшик. Вот мое такое мнение. Поэтому нужно также было вовремя обучить врачей. Если уже полмира полыхало, нужно было срочно готовить костяк консультантов и приглашать их извне, для того, чтобы обучить врачей. Потом-то, конечно, врачи наши научились. И все их благодарят за то, что они разобрались в тонкостях лечения. Но с самого начала были затруднения большие и большие потери. Поэтому все должно быть в свое время. А для этого нужно планирование, организация. Нужна обеспокоенность руководителей. Они равнодушие. Не катание по всяким территориям бессмыслов. Поэтому вот эта вещь сегодня, я думаю, все это понимают. И надо на это реагировать. Вот для этого мы все и собрались. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Далунхойрхудл. 72 небылицы». Рассказ «Диалог Кемельхун. Приметы 25-го позвонка овцы». И образец гаданий «Далуншиндже. Гаданий по бараней лопатке». Представленный в очерке народного поэта калмыкии Константина Эрендженова. Это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям. И станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке. «Мендифт Н.Б. Здравствуйте, это я». Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обычаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.